Зачем на лицах кукол рисуют волосы? Пышной Барби это не предел, и будет выпущена кукла с целлюлитом? Монстряшки стали приторно-сладкими и окончательно растеряли свою монструозность? Эти и многие другие новости в новом выпуске кукольного дайджеста. Всем привет! Коллекция кукол Electrified поступила в продажу в Америке, и появились качественные промо-фото этих кукол. У электрической Фрэнки не шарнирные руки, и некое желтое существо является частью ее правой руки. При подъеме руки вверх существо начинает светиться, также загораются огоньки в ее волосах. Лицо Дракулауры на отдельных промо-фото выглядит совсем не так, как в коробке и у реальной куклы. Сильвии довольно симпатично, но, как и у других кукол, на голове у нее абсолютный беспорядок, в отличие от промо. Про Ари даже сказать нечего, потому что кукла совершенно непримечательна. В целом, коллекция Electrified выглядит довольно бедно, и, пожалуй, внимание заслуживают только Клодин и Твайла. В комплекте с ними идут яркие аксессуары для волос. Фрэнкиштейн выйдет в комплекте с аксессуарами и предметами одежды, которые позволят составлять для куклы разные образы. Это что-то вроде коллекции «Я люблю моду» после перезагрузки. Вещи, подобранные для куклы, выдержаны в одном стиле, и кукли очень идут. Ложкой дегтя во всей этой истории является то, что у куклы нет шарниров, что повлечет за собой неудобства при ее переодевании. В официальном инстаграме Monster High появились коллажи, где Фрэнки, Дракулаура, Клео и Клодин демонстрируют наряды из новых фэшн-пэков. Аутфиты яркие и, по большей части, однотипные. По сравнению с фэшн-пэками прошлых лет, эти выглядят совсем простенько. Символично, что в профиле была также размещена фотография коллекции кукол Клодин Вульф до перезагрузки. Сколько невероятно детализированных, интересных образов, прямо-таки соль на раны фанатов бренда. В скором времени будет выпущена коллекция кукол Monster High, посвященная сладостям. Ранее подобные милые коллекции были прерогативой мира Ever After High. А в мире монстров, если и фигурировали сладости, то какие-нибудь необычные и монструозные. Ну, а в данном случае в новой десертной коллекции все просто и мило. На нешарнирных куклах короткие платья с незамысловатым принтом, а на голове сладкие аксессуары. У Клео Капкейк, у Ари Торт, а у Катрин пончики. Красивые и реалистичные. Ну, все-таки это просто пончики, такие, которые подают в кафе у Норме. Пожалуй, единственное, что стоит выделить в этой коллекции, это туфли Ари. Есть в них что-то от прежней монструозности. Весной 2017 года состоится релиз новой Hello Kitty Barbie. Фотографий куклы пока нет, но на одном из сайтов уже состоялся ее предзаказ. Это будет не первая Hello Kitty Barbie, и интересно, что Маттелл подготовил для нас в этот раз. Дизайнером этой куклы, скорее всего, является Роберт Бест, судя по его недавней командировке в офис компании Sunrio, владеющий брендом Hello Kitty. На сайте The Barbie Collection в продажу поступили Barbie Birthday Wishes 2017. Помимо куклы-блондинки, в ассортименте также есть кукла Афроамериканка и Латиноамериканка. На лицах кукол прорисованы пряди волос, и у темнокожей куклы это особенно бросается в глаза. Такая рисовка отражает особенность роста волос у афроамериканок, но с непривычки это выглядит странно. Кстати, нарисованные пряди и раньше встречались на лицах кукол Барби у кукол афроамериканок в образе певицы Брэнди. Компания Mattel создала единственную в своем роде пышную шарнирную куклу Барби в образе модели плюс сайз Эшли Грэм. Презентация этой куклы состоялась на вручении ежегодной премии Women of the Year журнала Glamour. Эшли лично принимала участие в создании этой куклы и в частности попросила сделать ее бедра такими же объемными, как у нее, чтобы между ними не было просвета. Более того, она хотела добавить на них целлюлит, но, со слов производителей, это оказалось технически невозможно. Предстает кукла в образе, в котором Эшли однажды выходила в свет. Под платьем у нее, скорее всего, настоящие трусики. Модель очень эмоционально отреагировала на выход этой куклы. Она рада, что Барби меняется, ведь каждая женщина по-своему прекрасна. Под одной из своих фотографий в Инстаграм она призывает ставить хэштег и упоминать профиль Барби всех тех, кто хочет, чтобы эта кукла поступила в серийное производство. Так что, если кукла вам понравилась, то вы тоже можете присоединиться к этому флешмобу. Появились подробные промо-фото новых Барби Fashionistas. Разнообразие молдов и типажей поражает. И это пышная темнокожая Барби с неординарной прической, высокая Барби с длинным тонким носиком, миниатюрная мулатка с очень красивым лицом, миниатюрная Барби с нежно-сиреневыми волосами, высокая шатенка в клетчатом аутфите, миниатюрная рыжуля в черной шапочке и, наконец, кукла оригинального роста на излюбленном молде Джойс. На лице куклы прорисованы прядки волос, словно выпавшие из прически. Оказалось, что с обычной Барби из коллекции Video Game Hero в комплекте идут не только наушники и планшет, но и яркие фигурки, связанные с видеоигрой. Новая Барби Made to Move футболистка будет выпущена не только в виде блондинки, но и в смуглой версии. Барби и Скипер будут выпущены в сете, посвященному походу в кино. Барби и Стейси отправятся на летнюю прогулку с фрисби. Ну, а Стейси также будет выпущена в комплекте с самокатом. Новые игровые наборы с куклами представляют собой ванную комнату, а также кухню. Также будут выпущены наборы без кукол, но с питомцами, и это мебель для гостиной и кафешки. Тарелки в форме сердец безумно милые. Также для куклы Барби будут выпущены наборы аксессуаров и наборы обуви. В 2017 году будут выпущены Барби подружки Карлсона. Дело в том, что у новых игровых кукол из коллекции Барби Dreamtopia в спине будут пропеллеры, а также трафареты для создания мыльных пузырей. Трафареты нужно будет опустить в мыльный раствор, затем оттянуть бантик на платье куклы и тем самым запустить пропеллер. Куклы в ярких пластиковых платьях, что в данном случае вполне оправдано, так как они предназначены для игры с водой. Продолжая тему коллекции Dreamtopia, сообщаю вам, что 17 декабря в Москве в ТЦ Ривьера состоится бал маленьких принцесс Барби в духе этой коллекции. Гостей ждут сказочные представления, подарки, мастер-классы и конкурсы. Забавно, что ведущей этого мероприятия будет Челси, которая как раз-таки и придумала страну Dreamtopia. Участие в этом мероприятии бесплатное, но нужно заранее зарегистрироваться на этом сайте. Регистрация откроется 5 декабря в понедельник. Появились качественные промо-фото кукол Ever After High из коллекции Archery в коробках. И плохие новости. На этих фото у Банни, Розабеллы и Эшлин пропали шарниры в кистях, а также в коленях. У Рэйвен с луком шарниры в коленях есть, а вот кисти также неподвижны. У куклы молдированный топ, а юбка превращается в плащ. Но, честно говоря, это не производит особого впечатления, потому что в целом образ куклы выглядит довольно просто. В руках у куклы лук, и одна из кистей куклы срослась с ним намертво. И при нажатии на кнопку на спине куклы из лука вылетает стрела. Осторожно, сейчас будут промо-фото супер-молдированного Деринга, которые могут негативно повлиять на вашу психику. Согласитесь, перед нами уже вроде бы и не кукла, а просто фигурка. Также появились живые фотографии кукол из коллекции Powerful Princess Club. И, пожалуй, это единственная годная коллекция за последнее время. Моим фаворитом по-прежнему остается Мэддалин Хэттер. Ее улыбка в этой коллекции выглядит очень гармонично и мило. Карнавала не будет, а если быть точнее, не будет обещанного фильма кроссовера Монстер Хай и Эвер Афтер Хай. В сеть слили концепт-арты и 3D-модели Эппл Уайт и Злой Королевы, а это значит, что фильм планировался в 3D-анимации, а не с реальными актерами. Но по какой-то причине даже такой формат в итоге отменили, и The Lost Movie, то есть потерянный фильм, в итоге потерялся по-настоящему. В сети появилась промо-фотография кукол линейки Ку-Ку Харадзюку проекта певицы Гвен Стефани. Куклы шарнирные, а их аутфиты напоминают школьную форму. Волосы кукол убраны в прическе, украшены аксессуарами и заколками. Куклы довольно милые, хорошо, что шарнирные, но при этом они игровые и вряд ли заинтересуют взрослых коллекционеров. Производить их, по слухам, будет компания Мотел. Часто куклы Пулип выпускаются в виде Алисы в Стране Чудес, и на январь 2017 года запланирована очередная Алиса, оптическая. Кукла получилась очень удачной. В ее аутфите идеально сочетаются цвета, полоски и ромбики. Образ дополняет большое количество деталей и бантиков. В свою очередь, Дал и Исул в январе станут героями сказки «Принцесса и лягушка». То есть малышке Дал предстоит поцеловать лягушонка Исула, чтобы превратить его в прекрасного принца. Аутфиты кукол выполнены в одном стиле. На голове у Исула шапочка с ушками, а на руках лягушачьи лапки. В честь премьеры диснеевского мультфильма «Моана» Злата с канала «Бухты-барахты» проводит конкурс, где разыгрываются целых три куколки «Моана». Если вы хотите поучаствовать в конкурсе, то переходите по ссылочке в описании или просто кликайте вот сюда, на буковку «Ай». И, конечно же, подписывайтесь на канал Златы, чтобы не пропускать ее забавные видео. Ну и удачи в конкурсе, я буду очень рада, если в нем победит кто-то из моих подписчиков. Это были все новости на сегодня. Не пропустите следующий выпуск, чтобы быть в курсе новостей из мира фэшн-кукол. И не забывайте ставить лайки, они подбадривают меня на поиск новых крутых новостей. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok